Добрый, рада Вас видеть на канале Архнофорс. И сегодня у нас день получения посылок. Вот такую огромную посылку мы получили. Это все то, что в упаковочной пленке. Это вот одна посылочка. Вот это фактически коробки, предназначенные для хранения экзювиев пауков. Вот столько мы заказали. Почему столько? Потому что столько нам и необходимо. Небольшое количество материала я вам сейчас покажу. Вот и непосредственно покажу, что это за коробки. Сразу скажу, это коробки у нас глухие. Вот видите здесь соответствующий материал и коробка, чтобы накрыть. У нас есть конечно со стеклом. Ну сейчас я вам это все покажу. Непосредственно начну вам показывать тот материал, который сейчас есть у нас в наличии. И кстати тот материал, который у нас есть в наличии, часть его можно купить. И начнем с энтомологических коробок, профессиональных энтомологических коробок, которые в принципе и должны быть у большинства тех, кто занимается вот с сбором таких коллекций. Вот одна из коробок, кстати выпрямлена с массива ясеня. Сразу скажу, что конечно есть тут небольшие недочетики в названиях, потому что коробки, как говорится, готовились много лет. И вот мы специально покупали новые для того, чтобы как говорится оформить коллекцию, чтобы она была в красивом таком виде. Ну и конечно часть материала это на продажу. Ну вот давайте я вам буду показывать коробку, одну подвигаем, показывать другую и так далее. Быстренько пробежимся то, что есть. Вот видите, кстати, стерафоза. Мы про нее уже снимали видео. Вот такая вот коробка с более мелкими пауками у нас есть. Долго останавливаться не будем. Если вам в принципе такое интересно, мы как-нибудь будем делать тоже отдельное видео. Вот если вам будет интересно. Вот такая вот коробочка. Вот такая. Видите, вы по ней примерно можете и некоторые размеры посмотреть. Понятно, что пиццилки это достаточно мелкие особи. У нас по пиццилкам, кстати, есть вообще полностью доделанная коробка со взрослыми особями всех видов, которые содержат в скульптуре. Вот, если вам интересно, мы вам тоже покажем. В принципе, два года ее доделывали. Специально под нее заказали коробку. Вот. Если вы думаете, что вот это вот со стеклом это все. Нет. У нас еще достаточно много материала в мухих коробках. Вот. Но это, кстати, одна коробка заказчику должна уехать. Вот. Поэтому это уже как бы не наша. Вот. Вот. Ну и, например, те глухие коробки. Вот. Видите? Ну там название по Федептеушской платеома, конечно, правильнее. Тут есть как бы нюансы в некоторых названиях. Вот. Конечно, не все мы коробки покажем, но большую часть из них, что есть сейчас в наличии. Вот. Некоторые коробки у нас часто покупают для выставок. Вот. Потому что хороший такой выставочный материал, который может быть демонстрироваться как на выставках, как основной материал в виде. Потому что в выставке бывает просто сухого материала. Частью это, конечно, бабочки и жуки. Ну и уже многие начинают закупать вот такие коробки для того, чтобы выставлять и пауков в таких выставках. И иногда это также идет как дополнительный материал, когда экспонируют живых. Вот эти тут более мелкие виды, но вот это они менее интересные. Ну и последнюю коробочку на сегодня, которую мы вам покажем. Вот такая вот. В принципе, также не забывайте, мы занимаемся реализацией, например, пауков в рамке. Если вы хотите, например, какого-нибудь получка, например, как здесь, можно организовать такой сувенир. Может кому-то подарить или себе там на стену захотите повесить. Ну вот, например, в этих рамках. Немножечко стекло надо протереть, конечно. В шарамке бывают, тут можно и черные, с белым. Вот и разные. И фон мы немножко меняем. По-разному люди хотят, но иногда хотят, например, белую рамку, чем лифон и какую-нибудь пицилку, например. Это рамки, например, для некрупных видов, это уже для средних, а это для крупных. Вот, поэтому тоже, если у вас есть желание, в принципе, у нас можно заказать. Единственная стоимость такой рамки, это, в зависимости от вида, есть достаточно дешевые виды, можно и в 2000 уложиться. Но в среднем это все-таки надо рассчитывать около 3000 российских рублей. Вот, потому что вот даже рамка сама стоит около 500 рублей, не забывайте. Доставка доставляем почтой, в принципе, большой сложности доставка никогда нет, полностью страхуем. Вот, ну а Москва, Питер, конечно, это доставка нашими проводниками. Вот, единственное, что еще хотел бы сказать, что, ну, мы всегда представляем как арахнофорс. Арахнофорс, не забывайте, это достаточно уже большое количество людей, которые работают с нами. У каждого есть своя специализация, поэтому, например, изготовлением сейчас у нас в основном занимается один человек. Вот, там продвижение соцсетей другой человек. Там, например, выращивание молоди еще один человек, поэтому арахнофорс это большой коллектив. Вот, я надеюсь, что этот коллектив будет еще расти, и расти за счет тех же оптовых покупателей, которые, можно сказать, тоже входят в наш коллектив. Потому что такие покупатели есть и в Москве, и в Питере, и в других регионах Российской Федерации. Вот, и нам приятно, что с нами еще больше и больше количеств людей работает. Вот, ну что, надеюсь, вам видео было интересное. Вот такое вот количество коробок нам сейчас необходимо найти место. У нас, конечно, для этого все специально сделано. Ну, вот это вот все будем распаковывать сейчас и организовать наше место и наше место работы. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.